Здравствуйте, уважаемые телезрители! Пятый канал и Владимир Маслаченко начинают прямую трансляцию из австрийского города Пашенко уже много лет работает о том, как играет соперник и то, что команда начнет резво с самого начала в этом не приходится сомневаться и браво, браво, Вячеслав Малафеев великолепная картиночка вратарская остановись мгновенье ну-ка, посмотрите, неплохая атака и удар в дальний угол после отскока мяча посмотрите, ну, не в верхний угол, чуть пониже но, тем не менее, Малафеев прекрасно сыграл, забрав мяч видите, а вот уже и удар поворота Шигольгрубера и мы из-за повтора не видели, собственно, развитие атаки но Быстров воспользовался совершенно правильно этой ситуацией правда, бил в ближний угол может быть, напрашивался удар в дальний а, посмотрите, диагональ какая изумительная была подработал он мяч правда, четвертый номер Горок ведет борьбу и тут же следует пас здесь была глубина атаки она сохраняется ну-ка, прыгай! как следует Малафеев ну вот, он вышел из ворот тем самым смутил игрока, который получал мяч на фланге но все-таки, как мне кажется, у него был шанс вот таким же броском, каким он достал мяч в дальнем углу вот все-таки бросится вот смотрите, раз и лети дальше на мяч но он пробежал, не стал трогать футболиста правда, загнал его к линии ворот и тем самым, в конце концов, игрок Суперфинда не сумел извлечь все 100% я в информационных выпусках своих накануне на футбольном канале НТВ Плюс говорил о том, что говорил о том, что эту команду можно забить можно обыграть, забив ей гол но помогает Гениту игрок как раз местной команды это третий номер Кавкас, тот самый Турок он перехватывая передачу с левой стороны и отправляет мяч в собственные ворота и счет становится 1-0 в пользу Зенита вот такие вот дела и вот эта атака посмотрите, удар вдоль ворот мяч рикошетит отлетает сначала от правого защитника потом попадает на ногу к центральному идет на перехват отчитывая кое-какие моменты которые мы разобрали у ворот Зенита возникали и вдруг нелепый совершенно случай игрок Зенита играет рукой ну вот так если уж и Зенит забил такой вот гол то и вот такой нелепый случай произошел и с Гороком который сыграл рукой совершенно очевидно и пенальти и сам никогда в жизни не поймет почему это он сделал ну в пылу игры в пылу борьбы бывает всякое Глидер выполняет ну-ка Вячеслав Глидер бьет внимание ну-ка Вячеслав спокойненько ну-ка ребята удар что надо классный в пойму на 11 метров и счет становится 1-1 ну пара курьезных голов чего уж там говорить игра рукой пенальти мяч собственные ворота ну вот конечно мы не ожидали правда ведь такого начала и такого развития событий но однако игра таит в себе в философском смысле сколько угодно можно рассуждать массу неожиданностей это элементарная ошибка и опасный момент у ворот и удар по воротам это очень уважаемые телезрители опасный момент очень и явно Глидер поторопился с моей точки зрения он мог спокойненько обработать мяч а вот ошибку совершил как ни странно и для меня не происходит но сам лично уважаемый Вячеслав Малафеев неудачно выбивший мяч из штрафной площади пытавшись играть точно со своим но пославши его на ногу соперника вот видите я купил эту фразу тогда находясь вместе с Виктором Набутовым в одной комментаторской кабине в Москве в Лужниках и удар дальше вперед опасный момент гол 2-1 впереди впереди хозяева поля вот так опять позиционная плотность в обороне длинный пас из глубины и Майерлеп тот самый неугомонный которого я отмечал выводит свою команду вперед 2-1 разбираем эпизод у меня остается впечатление что Слава Малафеев мог выйти из ворот броском в ноги в всяком случае попытаться помешать Майерлепу пробить по воротам или хотя бы его сменить и вот посмотрите какая длинная атака и вот что опять получается во-первых четвертый номер Горок теряет позицию за спину он отходит назад и вне игры нет центральный защитник опаздывает и находится в провальной зоне подстраховать он не может Горок не может догнать игру для меня важен этот эпизод вот опасный момент удар поворотом да и опять Майерлеп должен был забивать и это был бы третий гол и опять смотрите явно позиционная ошибка вне игры нет поскользнулся еще по-моему опять Горок и вот этот вот голевой стопроцентный момент вышел из ворот вышел из ворот восьмой номер були свирепствует на правом фланге навесная подача удар к воротам это опять голевой момент если нет остальда левый защитник видит его который вдруг оказался ближе всех к воротам это был исполнение були даю вам слово финт несколько да еще на такой скорости вот навесная подача и вот посмотрите опять что происходит между Мкофф пас по правому флангу офсайда нет опасный момент да это вот Шикель Грубер и шанс был забить у Быстрова он сделал в принципе все правильно потому что все-таки он был на скорости пусть и под углом Шикель Грубер почувствовал этот момент бросившись в ноги спас свою команду помните второй гол в нашем вороте о том я и толковал это попытка искусственного офсайда неудавшаяся в исполнении трех защитников местной команды и вот смотрите поймать на контртаке до этого надо сыграть точно вот сейчас навес удар по воротам плохой для разминки Шикель Грубер прилег мяч забрал в нижнем углу бил Быстров а вот посмотрите не тому явно посылал игрок с левой стороны видели Аршавин был в штрафной площади еще игрок Зенита по центру в районе 11-метровой отметки поближе к штрафной то есть большего нежели третье место в чемпионате Австрии удар все красиво опять Майерле вы видели ситуацию в обороне без комментариев за исключением того что Вячеслав Малафеев не растерялся не дергался в воротах и отработал уверенно эпизод смена направления атаки но пас опять навес удар по воротам поставьте свечки опять Майерле хоть стой хоть падай что с ним делать я просто не представляю себе хотя там с моей точки зрения пас штрафную шумляковский атаковал Майерле и пенальти толчок в спину толчок в спину имел место дорогие друзья что поделаешь надо быть объективным один раз другой судья так нисходительно относился но сейчас толчок рукой помог еще тем более что игрок уже обрабатывал мяч его и отделили от этого мяча еще одна дуэль удар вот это пауза смотрите еще раз и так себе катнул поверх мяча и вот удар поворотом молодец Малафеев ежик решил просто пробить поворотом номер не прошел благодаря бдительности Малафеев потому что еще был и рикошет и в любой варианте все-таки наш вратарь был на высоте мяч разыгран и будет удар поворотом внимание ближний опять Малафеев в порядке так что если кто-то и получил тренировку с большой нагрузкой это Вячеслав Малафеев в этом матче 3-1 я уповал на то что игра закончилась с минимальным преимуществом суперфунда 3 забитых мяча это уже проблема повторной игре но можно этот дефицит ликвидировать если конечно играть в другой футбол наверх ну-ка это наверное последний эпизод в атаке у Зенита мяч пролетел выше ворот помните эпизод какой хороший на опережении красивым пролетелем «это мяча»